Вот так вот метет, но тем не менее старт все равно состоится. Низовая пурга, поземка, главное не растерять гонщиков. Много уже в соревнованиях участвовал? Первый раз. Первый раз, да? Завтра очень длинный, то ли 120, то ли 140 километров этап. Естественно, если будет плохая погода, мы будем еще сутки здесь находиться. Там тихо, в перевале все видно, ветер поворачивает на северо-западный. Ну, если поймать, значит поймать. И молоко такая же погода, как здесь. Время 5 утра, погода была под сомнением, но все-таки сами все видели. Наша группа сопровождения позвонили в Энурмино и приняли решение, что будем стартовать. В школе, в которой мы ночевали, окна открываются вот так вот. Ничего, рано утро, снежок идет, ветер до 10 метров, но принято решение продолжать гонку. Ну что, не очень хорошая новость. Сейчас вот перед стартом Дейнурмина узнали, что Михаил Тельпин все-таки снялся. Жалко, конечно, он очень шел на первом месте, но у него осталось всего 8 собак. Он вчера уже порывался сняться, вчера вроде бы у организаторов говорили. Собаки шли хорошо, но у него, получается, просто нет права на ошибку. И вчера мы с ним хорошо так побеседовали, он мне много чего рассказал. А сегодня вот перед стартом Евгений, руководитель гонки, сказал, что он все-таки снялся. Очень жаль, конкуренция будет немного меньше. Теперь он был один из фаворитов. Теперь Геннадий Томилов вышел на первое место у нас. Так что гонка продолжается. Михаилу спасибо за вчерашний разговор. Здесь один из таких, считаешься, сильнейших каюров Чукотки. Ты со скольки лет? С детства, с молодости ты увлекаешься? Я не спортом, конечно, не с детства. Просто у меня отец чужин... Нездовым именно, с собаками. Да, он чужин работал в турне. Чужин был бригадиром оленеводов. Бригады, и он всегда держал собак. Ну, я редко его увидел, он там... Я же в интернате, ну, через систему такая... Ну, я с зимой, вот он... Он мне на каникулы всегда приезжал в чатно, увозил на каникулы, там, с каникулы. Ну, вот, когда приезжал в тундре, я беру собак и, допустим, там, за льду... Вот только я сейчас не могу понять, то есть не могу спорить, как я управлял собаками. Я же... Я даже не помню, что вожаки там как-то меня упрямляли. Ну, просто машинально, просто тебе хотелось и как бы все само собой. Ну, потом, конечно, возраст у него стал, постарел. Я завел первых пять собак. Сколько лет было примерно? После армии. После армии уже? Ну, пять собак грел. Батя мне дал одну собаку, старого вожака. А, опытного, опытного. Когда у меня стало восемь собак, он собрался на рыбалку, на треску, у него десять собак. Я ему говорю, папа, я с тобой проеду. Нет, ты не поедешь. Я говорю, что, твои собаки не выдержат в таком дистанции. Я подумал, я за неделю ездил этим, охотникам помогал. Грузил нахту, дергал мне это. Все-таки с ним поехал. Еду, еду. Догоняю его. Жду, когда он отец. Догоняю, жду. В конце концов, я его пошел, а не знаю, куда ехали. Я говорю, папа, а куда ехать? Вон туда ехать. Я обратно его опять оставил. Мать мне говорит, я приехал домой, и мать мне говорит, а где папа? Я говорю, он там сзади сейчас приедет. На камеру, не знаю, можно сказать? А не ветеран чуть-чуть. Ну, я слышал, мать мне говорит, я еще сына не хотел на рыбалку. Он мне уже уделает. И пошло, поехало, а потом, наверное, в соревнованиях уже начал участвовать. А первый опыт-то какого? Первую гонку суполнишь? Первый опыт, конечно, кома. Не опыт. В 92-м году я не знал, как тренировать, на какие нагрузки, на какую расстоянию. Ну, понятно, как у всех молодых. И все так потихоньку, потихоньку, своим чередом. Ну, что, Миша снялся. Жалко, конечно. Геннадий, он с Геннадием сейчас разговаривал. Третий номер, Геннадий Томилов. Говорит, что это, конечно... Я говорю, жалко, что Миша снялся. Говорит, нет, говорит. Я тоже, еще гонка только началась. Собаки у меня, честно говоря, так себе. Ну, конечно, немножко лукавит. Получается, сейчас у него конкуренция меньше будет. Ходи! Снявшаяся упряжка. Один из снегоходов упал в пустоту. Снегоход нашей группы сопровождения. Сейчас доставать его будем бурлаком. Упряжки идут своей крейсерской скоростью. Ветер дует хорошо. Где-то метров, наверное, 15. Пляжки только прошли, уже не видно их. Ну, все, слава богу, вытащили. Снегоход. Снегоходчик наш жив, здоров, слава богу. Поговорил с группой сопровождения. Говорят, что ветер усиливается. На их взгляд ветер усиливается. Это ничего хорошего. Прошли мы не больше одной трети еще. Сейчас еще мужики подъехали. Есть у них лента. Красно-белая. Поставим вешки, палки, чтобы, не дай бог, никто не поехал здесь. Вот так вот здесь выглядит водительское место. Бурлака, чудо вездехода, на котором мы едем. А там мы вдвоем с Сашей, с ветеринаром гонки обитаем. Здесь едет Евгений, руководитель гонки Тихомиров. Здесь едет водитель наш, доблестный, Кирилл. То есть с ним, который второй ехал, да? Пассажир, да, он удалился спиной, удали бездвали еще. Лежит спина болит. Какие вот дела. Сейчас что, какой план действий, кого-то сюда вызывать? Бурлак пойдет, ничего, он-то идет в технику и пассажиры. Мы ждем здесь, ждем возвращения, идем дальше. А Филинчу Най сделал, что-то? Питанов? Нет, я ему дал Питанов. Питанов правит. А у него просто боль тупая, да? Он просто не может встать. Отдаваясь. Нет, ну он вышел как-то, да? Ну, видать, на адреналинчике, да? На адреналинчике. Ну, это тоже. Они же только-только, видать, тебе заблбанулись. Да. Нет, возможно, у него смещения нет, но есть компрессия, если есть, то, да? Могу пробовать. Могу пробовать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А пружины плохие бывают Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Магазин один. Белый медведь вообще не приходит? А не приходит. А бурые летом приходят? Да. Видели вы? Да. Страшно? Нет, мы не ходили ночью. А в няшко не ходили. Да? Мы там узле домов. Да ты что? Про белых медведей. Я все вдоль побережья иду. Мы встретим, не встретим. А, Гена Томилов видел медведя. Прошлый этап говорит видел. Вы приходили сюда? Ну вот в прошлый этап мы откуда шли. А у Елены учен, да. Сказал, что видел. У вас в этом году тоже были, да? Да. Мы тоже несколько поедем. Там должны быть. Должны быть? Мы еще видели. Там штук 7 или 8. Да? Дуку! Дуку! Ну вот первый каюр финишировал. Вот так вот в Нурмино. Несмотря на позднее время, несмотря на что погода не очень хорошая, так вот тепло встречает. Вон два огня тоже сфинишируют каюры. Александр Долгодушев и еще кто-то, я не помню, 7 номер сказали нашей группы сопровождения. А, Гена Томилов, лидер гонки. Немножко отстает. Он где-то пятым идёт, шестым. Наши снегоходчики говорят, что у него в подъемы собаки плохо идут. Время уже 11 час. В Нурмино. Финиш еще до сих пор идет. Пришли еще не все упряжки. Уже не выдержал. Иду в школу. Все уже. Мочи нету. Пойду отдыхать, мыться, чайку попить и спать ложиться. Сегодня все будут поздно финишировать. Ну, а я думаю, что часов до 12 затянется финиш. Холодно. Но всего лишь 20 градусов, но с ветром. Здесь мы когда подходили к Нурмино, примерно с той стороны, ну, примерно, может быть, километр максимум. Открытая вода. И поэтому очень влажный, пронизывающий ветер. Он вроде и не сильный, но очень холодный. Это примерно можно сравнить, не знаю, на Урале месяц назад 40-градусные морозы мы на собаках ходили. Ну, примерно так же, как здесь 20 с небольшим побережье Северного Ледовитого океана. Здесь 20 градусов. Очень колючий ветер. Всем привет. Сегодня 5 апреля. У нас день отдыха. Обосновались в школе. Вот в таком спортзале живем. Сегодня будет концерт, собрание вечером. Собачки отдохнут. Вчера был очень тяжелый переход. Последние упряжки пришли очень поздно. Насколько я знаю, 2 или 3 упряжки снимаются еще точно. 2 упряжки точно и, возможно, еще одна. А сюда его как привозят? Баржа куда-то приходит, да? Там вот погружается, но самокол сюда завозит, а трактор уже будет. Ну, это на все село? Нет, это вот отдельно. Скоро, топится, больница. Ну, и садик тоже. Понятно. Вот так вот в Нурмино добывают уголь. Вообще, конечно, здесь красиво. Здесь с той стороны океан. А здесь такая вот лагуна. Большая. И вот такие красивые горы. Вот это вот гора, вот это Торосы. Это вот море. И в том году и Нурмино прославилась на всю страну, что по единственной улице и Нурмино ходил белый медведь. Но сегодня, к сожалению, белых медведей нет. Не знаю, к сожалению или к счастью. Но, конечно, было бы интересно. И вот оттуда пришел бы Мишка. Очень удивительно видеть администрацию поселка. В таком невзрачном вот доме. Обычно ведь у нас как администрация себя занимает. Или хорошее, или лучшее, или одно из самых лучших зданий. А здесь нет. Здесь вот так вот. Детская площадка, клуб, школа, детский сад. Чуть подальше там находится магазин. Вот и вся основная инфраструктура поселения и Нурмино. Вечер в Нурмино распогодилось. Вот такая красота вокруг. Северный ледовит океан. Горы. Лагуна. Гездовая упряжка отдыхает. Баня. Что еще надо на севере? Собаки есть, море есть, горы есть. Баня есть. Сейчас мы в доме воды наберем. Выпускаем. Баня у нас топится. Пряжка одного из каюров. Один из каюров живет в этом доме. В Нурмино такая система, что все каюры почти живут по домам. Кто-то, каждый, один из жителей Нурмино берет себе в дом каюров. Вот так вот душевно, гостеприимно. Гостеприимно и Нурмино принимает гонку. Вот так вот у нас в Нурминской школе весело. Коллектив местный нас тут сделал. Банкет, чаепитие, кормят нас. И для каюров устроили игры. Один, два, три. Один, два, три. Мороз скрепчает. Сейчас поговорил с Евгением, руководителем гонки. Говорит, что прогноз на ближайшие дни по всему побережью, куда мы дальше пойдем. Там на запад ветра мало, но холодно. Завтра тоже пойдем вдоль моря Чукотского вдоль ледовитого океана. Дай бог будет хорошая ясность. Будем любоваться торосами, красотами океана. Такой красивый закат. Завтра старт гонки в 8 утра. Вставать будем пораньше. Переход на завтра примерно 55 километров. Решили идти пораньше, чтобы внешне, чтобы пораньше идти. Перед следующим длинным переходом, чтобы каюры спокойно отдохнули. Концерт, как у нас обычно бывает в каждом селе. И уже потом с новыми силами довинуться дальше в гонку. Из чего это? Из нерпы, да? Нет. Вот это. Из чего? Олени. А это нерпы. Нет тормоза, да? Это называется? А тормоза тоже олени. Нет. Одна. Ого! 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 Идет легендарный каюр Хэосу Почты Интегин. Легендарный каюр, который более 20 раз участвовал в гонках и 4 раза выигрывал его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова